Газовая плита и водонагревательная колонка при отсутствии техосмотра представляют опасность не только для жильцов квартиры. Наличие в помещении газоанализатора сводит риски утечки газа к минимуму. При характерном запахе он подаст звуковой сигнал. Кому установка приборов обойдется бесплатно, рассказали на муниципальном форуме «Управдом». Его участники – председатели Советов многоквартирных домов. Принято решение во всех муниципальных квартирах бесплатно для нанимателя установить газоанализаторы. Они будут установлены согласно срокам. Сейчас начинаем мы 570 штук устанавливаем в Афряново. За счет бюджета округа газоанализаторы установят во всех муниципальных квартирах. Всего их 7,5 тысяч. Владельцы частных жилых помещений обязаны позаботиться о приборе сами. Благо на рынке выбор таких приборов большой. Задача «Управдомов» – донести эту информацию до всех жителей. Ведь речь идет о безопасности всего дома. Каждая муниципальная квартира должна обеспечить доступ обязательно для установки газоанализаторов и отнестись с пониманием. Это не какое-то дополнительное оборудование, а это как раз то, что необходимо, что должно быть в муниципальных квартирах. И в частных, в том числе, частных квартирах тоже установка газоанализаторов – это обязательное условие. И это будет теперь проверять и ГЖИ, и надзорные органы. Незнакомым людям, предлагающим установить анализатор, дверь открывать не надо. Уточнить, проводится ли в доме установка извещателей, нужно в управляющей организации. Отличить сотрудника газовой службы от мошенника можно по удостоверению с QR-кодом, считав который собственник проверяет наличие человека в штате обслуживающей организации. От темы безопасности к теме подготовки жилого фонда к зиме. На форуме «Управдомом» рассказали о действующих стандартах оценки состояния многоквартирных домов. Десятки критериев, начиная от кровли, заканчивая подвалом, инженерными сетями, местами общего пользования. Эти показатели составляют итоговый документ – паспорт готовности дома. Основной этап подготовки к зиме – это промыв гидравлические испытания теплоснабжения. Это проверяет как администрация, ГЖИ и теплоснабжающая организация. Без этого документа паспорт готовности не выдается. Наряду с тех осмотром домов в Щелкове стартуют работы по приведению в порядок дворовых территорий. Форум «Управдом» дает возможность всем председателям Совета многоквартирных домов узнать, как в будущем будут выглядеть их собственные дворы. Вот на таких совещаниях они обсуждают планы благоустройства. В данном случае, как в этом году, план на 2022 год. Перечень адресов администрация сформировала по результатам голосования на портале «Добродел». Благоустроенным и современным уже в этом году станет двор у дома номер 11 по Паралитарскому проспекту. У нас будет ремонт парковок, устройство дополнительных парковок и замена оборудования детской игровой площадки на новое, установка спортивных, просили теннисный стол поставить и кольцо для баскетбола. «45 дворов в этом году у нас в программе. В рамках этих мероприятий мы отремонтируем проезды, сделаем парковки, новые детские площадки, спортивные элементы, всё то, что просили жители». Как отметили на форуме, роль управдома не только в том, чтобы донести информацию до жителей, но и контролировать выполнение работ подрядными организациями. Продолжение следует...